Это своеобразная наша культура в компании, уже стала. Давайте сначала. Меня зовут, как я уже сказал, Максим Кучок-Курнаков. Мы занимаемся внедрениями Bitrix24. На сегодняшний день мы занимаемся в основном только крупными внедрениями в России и в некоторых других регионах мира. Это Германия, Австралия, Штаты, Швейцария, Австрия. Ну вот, немножко истории. Я не знаю, просто там, тут большая часть людей знакомы, я их знаю. Они, наверное, знают, что такое Bitrix Marketplace, я немножко расскажу. Примерно лет пять назад, небольшой, скажешь, Bitrix сделал такую площадку, она называется Marketplace. С нашей точки зрения это было сделано в первую очередь для клиентов платформой Bitrix управления сайтом. На которой клиенты Bitrix могли бы найти типовые решения интернет-магазин, интернет-сайт, либо какой-то модуль. То есть основная клиентура это был бус. Мы попробовали, скажем так, в тот момент мы еще тоже занимались сайтами, и решили попробовать эту площадку. Нам показалось интересным, что можно сделать один продукт тиражный, выпустить его и с него постоянно получать прибыль. То есть это было очень интересно, но по факту на самом деле у нас это не получилось. То есть мы выпустили там какое-то количество интернет-магазинов типовых, какое-то количество типовых интернет-сайтов. И продажи их абсолютно никак не вернули наши инвестиции в эту разработку, и мы поняли, что, наверное, эта история не про нас. Хотя я знаю несколько коллег, у которых это получается, и это у них основной вид бизнеса. Где-то я тут даже кого-то из Садбито видел, у них это вообще на поток. Значит, как я и говорил, у нас это не очень получилось. Ну и мы в тот момент поняли, что, наверное, история про управление сайтом-то не наша. Мы решили попробовать себя больше во внедрении, в интеграции. Эти вещи всегда нам были намного ближе, чем просто управление сайтом. Значит, зачем нужен Marketplace? Ну вот мы для себя, попробовав, нашли там очень много интересных вещей, которых мы осознали уже после того, как, ну не знаю, в процессе, скажем так. Мы решили использовать Marketplace как некий единый реестр всех наших разработок. То есть мы, когда начинаем, стартуем новый проект, в рамках этого проекта мы делаем какие-то там решения, наработки, модули, там, компоненты, какие-то шаблоны. А мы всегда садимся и решаем, что, например, это решение должно быть зарегистрировано в Marketplace. То есть Миша правильно сказал, у нас там их на самом деле больше, их там порядка 300, вот. Из них там публичных, ну половина. То есть вторая половина, она не публичная, потому что там либо у нас руки не дошли их опубликовать, либо они там приватные только для одного клиента. И в большинстве случаев мы всегда стараемся вот каждую наработку, каждое решение обернуть в модуль и положить в Marketplace таким образом там, чтобы это было там зарегистрировано в каком-то таком своеобразном реестре. Значит, зачем мы это делаем? Ну, во-первых, мы столкнулись с ситуацией, когда вы ведете разработку именно Bittrex 24, это обычно закрытая инфраструктура клиента, и там, допустим, доставить туда обновление достаточно тяжело. В этом плане, как бы, Marketplace для нас является очень удобным с точки зрения логистики. Мы его используем именно для доставки самого решения и доставки обновления по этому решению до конечного заказчика. То есть это либо там DevStand, либо уже там продуктив. У нас есть очень там красивые кейсы. Это вот, например, немецкие клиенты наши прямо требуют, чтобы мы делали только так, потому что, например, они хотят контролировать сам процесс установки модуля, либо решения, но при этом они не хотят падать по технологиям вниз, чтобы там не хотят никаких гитов, то есть им не нужны коммиты, им не нужны ветки, они не хотят переключаться между ветками, они не хотят мерзжить эти ветки, они хотят, допустим, у них там запрос новой фичи, либо они зарегистрировали нам баг, мы выпустили обновление, они пошли у себя в админке, вот нажали там кнопку «обновить» и получили обновление. Сели, потестировали на своем тестовом стенде, на своей тестовой зоне, пошли, переключились там на свой продуктив и установили обновление уже на продуктиве. То есть, например, это работает в тех случаях, когда вот это их зона ответственности, и они туда никого не хотят пускать. У них вообще там с паранойей по безопасности все очень сильно, поэтому там, ну и как у других там крупных интерпрайз-клиентов, как-то доставить обновление очень тяжело, либо само решение. Вот с этой точки зрения Marketplace лично для нас закрывает очень большое количество задач, то есть нам надо, мы выпустили обновление и клиент его поставил. Да, как интегрировать? Ну, в общем, хотел я на самом деле следующим слайдом сделать не как. Ну, то есть есть какие-то у нас там решения, мы у себя внутри очень долго шли к ГИТу, то есть, ну, вроде как не надо было, там один разработчик, один кусок проекта, либо один модуль, и не было особо коллизионных составляющих, но мы в итоге там пришли к какому-то пониманию внутри себя. Значит, мы используем у себя Bitbucket для системы контроля версии, нам очень удобно в нем жить, вот, и у Bitbucket есть такая удобная штука, она называется хуки, вот, то есть то же самое, что сейчас Bitrix делает в облачном Bitrix24, есть хука. Вы можете зайти в репозиторий и в настройках выставить хуку на коммит, то есть что это означает? Это означает, что когда вы делаете коммит в ББ, в Bitbucket, вот, у вас Bitbucket автоматически может постучаться на какой-то ваш адрес, ну, у нас, например, настроен, там, условно, на портале есть скрипт, вот, и отправить туда по JSON массив контекста по проекту, в том числе там будет контекст по коммиту, то есть если разработчик сделал коммит, у нас, например, там есть такое внутреннее правило, что делается коммит, в теле коммита пишется там номер задачи портальный, и Bitbucket автоматом отправляет этот JSON там на служебный скрипт, и служебный скрипт находит эту задачу, и ссылку на этот коммит автоматом постит комментарием к задаче. Очень удобно, видно, там, коммит сделали, пункт, комментарий к задаче притестился. При этом эту хуку удобно использовать не только для того, чтобы вот проинтегрировать, условно, некий таск-менеджер, там, либо, там, ну, не знаю, может, у кого-то там используются какие-то другие вещи, у нас, например, вот задачи в портале. Очень удобно поднять, например, тот же Jenkins сервер, это сервер тестирования, и по вот этим, там, коммитам, да, там, либо, допустим, если у вас запуск мерджа происходит, вы можете, там, постучаться на Jenkins, да, там, и запустить какой-то процесс тестирования. У нас настроена, ну, на сегодняшний день, там, самое простое, там, валидация кода, там, по PSR и по, там, не знаю, там, есть, там, условно говоря, варнинги или, там, критик, ну, или сами ошибки, или нет. Вот. И, там, третий момент, который, вот, очень, там, чем нам нравится достаточно сильно битбакет, мы можем по вот этим же вебхукам автоматом запускать сборку простых обновлений для маркетплейса. Вообще, у маркетплейса про обновления, это, там, отдельная песня, то есть, как, то есть, мало выпустить само решение, да, у вас потом, естественно, все сценарии не покрыты, начинается, как, то есть, у нас там, в чем еще, скажем так, наша культура маркетплейса, мы, очень большое количество решений у нас бесплатно, то есть, у нас, как бы, как я сказал ранее, там, у нас нету, там, цели прямо, там, на нем зарабатывать, для нас это просто именно культура работы. Те решения, которые мы можем публиковать бесплатно, мы их публикуем, и таким образом мы получаем большее покрытие по аудитории, то есть, например, мы сделали какую-то наработку для себя, либо для какого-то клиента, выложили ее в маркетплейс, там, составили описание, загрузили картинки, там, надо, это видео, и клиенты начинают ставить и возвращают нам обратную связь, то есть, у нас там есть такие вещи, то есть, начиная от того, что, что это за выражение за говнокод, со строки такой-то по такой-то, да, заканчивая, там, каким-то сценарием, который мы вообще не предусматривали, то есть, для нас маркетплейс является, в том числе, очень большим таким, не знаю, бесплатным человеческим тестированием, да, которое возвращает очень много обратной связи, и мы, в том числе, наши внутренние разработчики, для них это очень важная обратная связь от рынка, и там, на той стороне же не только рынок тестируют, и там, другие коллеги-разработчики, которые могут там проехаться по коду, там, это заставляет людей быть чистоплотными, вот, при разработке. Значит, по поводу обновлений на маркетплейсе, есть простые обновления, то есть, они, в общем, достаточно просто собираются, то есть, что такое обновление, по-моему, в маркетплейсе, да, если у вас есть какой-то модуль, вам нужно, там, вы там поменяли, там, кусок, ну, там, есть, там, понятие include, да, там, вы поменяли кусок функции, вы, по факту, в обновление кладете только вот тот файл, который содержит эту обновленную функцию, да, и, там, это простое обновление, да, то есть, у вас, когда только файлы поменялись, вы, соответственно, можете выпустить обновление, там, и произойдет просто реплейс, ну, замена файлов. А есть сложные обновления, ну, то есть, которые, допустим, так просто, вот, там, через систему, там, репозиториев, там, не выпустить, то есть, это надо писать свой wizard, ну, не wizard, апдейтер, апдейт php, там, допустим, когда вы поняли, что вам нужны дополнительные поля, там, в базе, там, или, там, ну, в инфоблоке, условно говоря, или вам нужно зарегистрировать новые события в системе, там, а предыдущие отрегистрировать. Тут вот такие обновления через такую автоматику не сделать, они делаются руками. Еще из автоматизации процесса у нас есть наработки в плане того, что у нас есть, там, такие небольшие простые php-скрипты, которые позволяют очень быстро сформировать скелет, структуру самого модуля, самого решения, которое, соответственно, уже будет делаться. То есть, если не надо, я, там, в конце, там, есть мои координаты, я могу прислать и по битбакету, вот эту штуку интеграционную, и по конструктору модулей. Ну вот, на самом деле, тут без картинок и без текста, я просто хотел чуть-чуть рассказать, вот, не столько техники, сколько, скажем так, что мы получили вот от этого общения, от этого опыта с маркетплейсом, как это нас поменяло в том числе. Ну вот, пока не забыл, вот, и позже чуть-чуть это отмечу, вот в такой модели мы получаем, к сожалению, две системы контроля версии, потому что мы, по факту, живем, работаем в битбакете, это гид, классическая репозитория, и у нас есть маркетплейс, у которого, там, и другая немножко идеология по выпуску обновлений, вот, это, скажем так, самое сложное, что может быть, если вы начинаете работать через маркетплейс, то есть разработчикам переключиться, вот, с классической разработки, когда вы быстро-быстро сделали модуль, там, не знаю, отдали архив с модулем, его в папке local распаковали, и клиент там вперед, до момента, когда вы все-таки вот это все дело запаковываете в модуль для маркетплейса, выкладываете в маркетплейс, можно модерировать, можно не модерировать, отдать по прямой ссылке клиенту, это обычно самое болезненное, что может произойти, то есть у нас, например, вот мы себя там, ну, почему-то так получилось, что мы себя очень быстро сломали и поняли, что надо делать все время так, и по факту у нас там за 5-6 лет инцидентов, когда мы сделали не так, было крайне мало, ну, при этом они, кстати, были достаточно болезненные, один инцидент был буквально недавно, разработчик почему-то отдал одному из наших иностранных клиентов разработку именно вот просто прямым архивом, почему-то PM это не отследил, и, в общем, клиент всю жизнь, там, все года получал от нас через маркетплейс и модули, и обновления, и у нас там был небольшой, там, даже достаточно там разговор, вот, маркетинг, ну, у нас очень много решений, которые клиентские, которые мы там, допустим, по какой-то клиентской задаче сделали и положили, и есть какие-то решения, которые наши, которые мы думаем, что то, что нам интересно, то, что нам полезно, это может быть нужно рынку, вот, ну, вот, как показала практика, там, то есть, мало сделать решения, важно сделать его красивым, вкусным, хрустящим, с текстом, с видео, с танцами и со всеми прочими вещами, то есть, у нас, там, есть решение, который, вот, не знаю, там, такой пример, у нас есть решение, там, внутренняя библиотека для корпоративного B3X4, вот, у нас, там, маркетолог, там, написал тексты, видео, там, кейсы какие-то, как ни странно, вот, такое решение крайне простое, там, это, условно говоря, некий, там, компонент News List, который, там, показывает книги, показывает забронировано, не забронировано, очень простой, на самом деле, с точки зрения разработки, крайне простой с точки зрения дизайна, но, вот, выручка, там, условно говоря, с него, она самая большая, наверное, у нас, вот, то есть, почему-то, вот, он продается и продается хорошо, то есть, вроде как, никому не нужна внутренняя библиотека, зачем, вот, но, по факту, пока, видно, пользователи читают описание, читают, там, какие-то кейсы и так загораются, что покупают, На самом деле, тут надо больше учиться у маркетинга битвикса, который умудряется так сильно продавать продукт, что когда вы приходите на пресейл, то продукт уже продан, причем с какими-то суперзавышенными ожиданиями на той стороне. Второй момент, когда вы, например, переключаетесь на разработку только на маркетплейсную, это поддержка. То есть, причем это крайне важная составляющая, она нас научила делать поддержку правильно, мы познали дзен, и после этого, в общем, мы поняли, что поддержка битвикса, они вообще молодцы, мы перестали их вообще даже особо трогать. То есть, мы крайне редко пытаемся туда писать тикеты, потому что понимаем, что у ребят там хватает своих. Значит, мы поняли, что такое первая линия поддержки, то есть на первой линии поддержки у нас инженеры, у нас есть бесплатные модули, есть платные модули, у нас есть SLA по модулям. То есть, когда есть запрос по бесплатному модулю, по нему есть один срок ответа, есть платные решения, по ним срок ответа короче. Есть первая-вторая линия инженеров, которые обрабатывают запросы и при необходимости эскалируют их выше. Соответственно, там, допустим, есть некий вырожденный сценарий, когда модуль может быть бесплатным, но мы видим, что пришло обращение от какого-то статусного клиента. Ну, не знаю, условно говоря, был кейс, у нас есть решение, сейчас не помню какое, не помню, но не скажу. Пришел запрос от компании Росатом два года назад, и мы очень здорово с ними познакомились, потому что они поставили наше решение, и вот им оно понравилось. И после этого у них там что-то не получилось, и мы достаточно быстро эскалировали это с первой линии на самую верхнюю линию. Вот. Ну, соответственно, поддержка, я думаю, что вот, что платные решения, ну, то есть понятно, что по бесплатным решениям мы ее оказываем, но она оказывается по таким, ну, условно говоря, по остаточному моменту, когда у нас есть ресурсы, мы, естественно, закрываем баги, и, ну, фичи почти крайне редко выпускаем, вот, там, за исключением одного решения. А по платным решениям, да, это вот классическая техподдержка, и если вы, например, начинаете работать в этом режиме, вы либо честно пишите в описании решение, что вы не оказываете эту поддержку, либо оказываете, ну, либо начинаете строить этот процесс внутри. Мы сначала очень сильно обожглись, мы пытались поддержку оказывать разработчиками, и потом в какой-то момент времени мы увидели, что все разработчики наши заняты тем, что отвечают на письма клиентов и, там, пытаются как-то, там, проконсультировать, подключаются по TeamViewer, смотрят, после этого мы быстро поняли, что мы не правы, и вот сделали, там, классическую правильную техподдержку, там, по всем, по всем канонам. Ну, вот, из плюсов, которые мы еще нашли в Marketplace, вот в этом для нас изначально неком реестре всех наших разработок и наработок, это сменяемость, то есть, есть, ну, то есть, разработчики не вечны, кто-то пришел, кто-то ушел, проекты тоже бывают новые, бывают старые, и на этих проектах работают менеджеры проектов, которые не всегда в курсе вообще, что происходило, ну, что компания может дать на проекте, да, то есть, если мы говорим про разработчиков, то разработчик, когда берет на доработку, либо на, там, фикс бага какое-то решение, как минимум, он может найти описание этого решения в самом Marketplace, для чего оно было предназначено, как бы, что делало, во-вторых, он может посмотреть в рабочей группе, там, первоначальную постановку задачи и какую-то, там, переписку, вот, и там же у нас автоматом задача крепится к группе, он может посмотреть обратную связь от клиентов, когда кто-то давил какие-то баги, мы это регистрируем как задача, и он может посмотреть, как эти задачи закрывались. Ну, и плюс, естественно, он может посмотреть в ГИТе, посмотреть, ну, посмотреть историю вот всех коммитов, но, откровенно говоря, будем честны, там, с точки, вот, короткий пример, мы пришли на общение в одну компанию, у них какая-то старая, суперстарая система на Дельфи, на Дельфи, они говорят, мы хотим проинтегрироваться с Bitrix24, и сидит основной разработчик этой системы, ну, 55 лет, по-моему, вот. Я его спрашиваю, а рядом какие-то топ-менеджеры, вот, я его спрашиваю напрямую, говорю, скажите, пожалуйста, документация по системе, ну, я говорю, АПИ у системы есть? Он говорит, нет. Я говорю, а есть документация по системе? Он такой, нет, а все руководители с левой стороны говорят, да, вот. Ну, то есть это показывает то, что по факту документацию, чтобы кто-то писал, то у вас должен быть отдельный технический писатель, там, либо вы это время бюджетируете у разработчиков, это крайне тяжело. Мы у себя пытаемся это делать следующим образом, то есть когда у нас приходят запросы на первой линии, ловится, когда у клиента что-то не получается, инженер закрыл вопрос и понимает, что описание установки решения неполное, он идет и дописывает его сразу же, вот, это раз. Во-вторых, вот, то описание, которое хотя бы каким-то образом готовится для карточки решения, вот, оно также является своеобразным, там, ну, супер минимум по документации. Вот, и PM-ы, когда общают, когда ведут проект, вот, там, не знаю, такой вот кейс буквально, там, нескольких дней назад, там, пришел запрос, там, от немецкого клиента, который говорит, что вот нам нужна, там, типа, специальная подсистема выгрузки отчетов рабочего времени в Excel. Вот, и там, вот наш PM, там, по Германии, он, на самом деле, там, не прочитал весь реестр наших решений, вот, и там такой, давайте разработать, разрабатывать, вот, и мы посмотрели, что мы, оказывается, такую штуку уже, там, два года назад сделали. Ну, по факту мы в итоге перевели лонговые файлы на немецкий и отдали это в Германию. Жизненный цикл решения, ну, тут у меня, к сожалению, время заканчивается, я буквально в двух словах скажу, что я под этим словом понимал, то есть это наша гипотеза о том, что это решение нужно рынку или нет, по факту мы потом видим список установок, ну, количество установок в Marketplace, сколько его поставили, насколько оно нужно было, и какая обратная связь, то есть есть ли комментарии, либо есть ли какие-то запросы по нерабочим вещам. Немного цифр, вот, там, перед буквально, там, сегодняшней презентацией мы посчитали, что у нас сейчас, там, 279 решений, 5 в облачном, мы, кстати, в облаке пока крайне мало представлены, это абсолютно другая архитектура, другой продукт, я чуть попозже сейчас скажу, 144 из них опубликовано, и вот по клиентам, по пользователям, это 10 тысяч клиентов коробочные и более 5 тысяч в облаке, вот, то есть мы по факту, там, обрабатываем 15, ну, то есть у нас, там, некая емкость 15 тысяч, там, на сегодняшний день. Ну, вот, из лайфхаков дополнительно, когда вы отправляете на модерацию решения в Marketplace, по всей видимости, там отрабатывает какой-то автомат, условный Jenkins, который, как минимум, делает, как, валидацию кода. Ну, если у какого-то внутреннего отдела тестирования, то это удобно, на самом деле. Минус у Marketplace, на самом деле, есть лонговые файлы, то есть файлы, в которых вы храните значение надписей ваших, они почему-то в 12.51. Я так понимаю, что это сложилось исторически, вот, но по факту, когда вы начинаете работать с иностранными рынками, когда, там, у клиента есть умляуты, которые не покрываются в этой однобайтовой котировке, или сколько там, у нас два байта, я не помню, вот, то тут начинаются, там, очень, очень грустные танцы с бубном, потому что клиент ставит себе обновление, обновление прилетает, там, и в итоге слова все искажаются, вот, то есть, ну, как я сказал ранее, сложно жить в двух системах, то есть, это две CVS-системы, мы, по факту, вот, раньше хранили сборки, которые мы выпускаем, как обновление в Marketplace, в битбакете нашем, сейчас, в последнее время, мы перестали, потому что поняли, что мы этим никогда не пользуемся, то есть, когда нам нужно, мы, там, делаем новую ветку, коммитим, мерджим, выпустили обновление, положили обновление в Marketplace, забыли, то есть, в рамках ветки это работает. Так, есть, ну, буквально тогда, Marketplace сегодня, вот, хотел, там, короткий экскурс, если кто не знает, то есть, есть Marketplace коробочный, вот, в котором у нас больше всего решений, мы просто классические, такие, бэкэнд-разработчики, вот, и нам он был всегда приятнее, и ближе к телу, это классический, там, PHP-скрипт, который, там, выполняется у вас, там, на сервере, да, плюс, там, может быть, шаблоны какие-то, и есть бэкэнд, о, Marketplace для облачного битрикс24, это совсем другая история, это чистый фронт-энд, то есть, это, вы берете, там, либо, там, какую-то страничку, загружаете, на которой, JS-код, который через RESTUP, уже, B24, работает в e-frame, либо рядом поднимаете, там, свой сервис, в котором, также в e-frame будет отражаться ваш результат, но, по факту, это все уже, вся модель разработки, там, абсолютно другая, то есть, вы не можете врезаться, ни в интерфейс, хотя, вот, в последнее время, там, есть небольшие, там, допущения, когда оставлен для разработчиков, не стал интерфейс, битрикс24, вот, ну и сейчас, вот, эти маркетплейсы, я так понимаю, есть такая попытка, вот, сближения друг к другу, то есть, RESTUP переехал в коробку, и, условно говоря, решение, которое было разработано для облачной версии, оно, иногда успешно запускается в коробочной, вот, если оно, там, адаптировано, значит, что почитать, вот, ну, условно говоря, есть битрикс24, деф, битрикс24.ru, там, тусит, самый главный маркетплейс, человек, битрикс, это Сергей Вустриков, он, в общем, достаточно контактный, он там достаточно активно пишет, вот, ну, наверное, все, если вам будут нужны, вот, примеры нашего кода по конструктору, либо по интеграции с битрикетом, то пишите, я отправлю, все. Спасибо.